что делать фотография она появилась здесь вот в этом месте несколько минут до начала вебинар она очень интересно чем представьте себе что минут за 20 до начала звонит сафронов говорит я там не могу не могу не могу я в дороге вы там без меня я все настроил проходит три минуты конца делаешь они присылайте мне за рекламу плачу же он помогает мне рекламировать эти самые косточки а я уже плачу процент свой процент то есть он как бы мой пасек а не он пишет не присылайте мне 3000 последний долг должен почему а пришлите мне косточки мальчужского абрикоса а думаю и тут же меня а у меня проблема какая я вам расскажу это как свои люди вы понимаете проходит два-три месяца как было в неделе две-три недели как он поднят последняя кусочка абрикоса манчжурского и сыновей манчжурцы вот уже все сборы закончены после меня собрал тот самый причем все они были чистенькие прекрасно уже сергей набрал там сколько-то трех литров банок с большим запасом а вдруг катастрофа впереди не зря с такой сумасшедший враг и вот я хожу по саду а они лежат последние они уже чуть-чуть как бы одно слово есть такое вот замумифицируются и едят же всякие там ручки паучки пчелы они же даже мажорские те сахар они когда перезревают они станут сладкими и вот они лежат а я хожу я две недели ходил а три недели ходил потом сказал ребята быстренько соберите мне эти самые последние которые еще хоть вид какой-то имели оболочку имели полу гнилую собрали вы ковырили твои помощницы вот и дают их в идеях я привожу домой открывая в не верующие там были мать честная чистый брак решаю я как ребята учеба я беру ведро сейчас думаю от бракуи всплывут все белые а эти которые утонут естественно вот этих потемнее которые я их это самое куда-нибудь пристрою а вдруг все что вдруг четверть половину вы поверите вот из этого количества всплыло три штуки я был шоке со мной первое такое вы же знаете что получали от меня десятки сотни тысяч косточек вы никогда не видели белых они как правило попадают в браковку автоматов то есть мы даже не только вопроса выбрасывать они это тогда я взял шоке беру посадишь и расколол одну вторую третью белом внутри вполне прилично выглядят они свеженькие конечно на него бросил ладно я тогда буду их жевать то есть не пропадать же добро они же полноценно они не сошлись они все утонули кроме трех вот это колесо то но ревну звонок от этого а я говорю сразу таких а у меня уже где-то внутри зрело это антон валерьевич а я вышлю несколько раз больше чем считать каждый просто несколько раз больше но они будут особо и а какие не сказал дороге он не видит это всего а я вот такую хитрость приготовил первое рассуждение когда он их получит посеет отдельно темные и отдельно белое первый эксперимент белое полноценное или нет у меня уже нет ни сил ни времени этим заниматься и здоровья не вне вне возрасте позволяет белая отдельная грядка готов пожертвовать тремя тысячами рублей то почему бы нет белая отдельная грядка темная отдельная грядка темные взойдут уже опытный кадр там серификация то все я не сомневаюсь зайдут ли белое и второй момент который если взойдут один опыт испорт а я еще сказал то есть по натуре он же взял гектар не просто так крышу снесло когда он со мной пообщался при взял ко мне он же был просто популяризатором переходил с этим кинокамерой поехал даже челябинский там снимал фильмы вот такой был товарищ не лежебока а тут чистый эксперимент зайдут ли белый раз и наконец вы еще не поняли чем главное заключается они особенные тем что перед этим все что под этим патриархом было вычищено там не было никаких абрикосов я показывал там еще покажу огромное количество собрано этим самым его помощником так и сушились там огромное количество по площади много квадратных метров а они падали посредними а я до сих пор не знаю когда-то с кем я советую с вами или кого-то еще дружили эти авторитеты скажите мне пожалуйста дерево прозрачное насквозь в этом году листь мелкий дикая засуха небо через обычаю не видно там даже дождь не проходил а сейчас все это и абрикосы получили семена как бы сказать в одинаковых условиях и справа и слева и сверху то есть все они пронизаны солнцем тогда получается почему одни месяц назад упали другие три недели назад две недели назад и наконец еще до сих пор а я вам потом покажу фотографии вчера позавчера сейчас не буду время терять они еще висят и сейчас при прочих родных слоях вопрос косточки нет и так плоды косточки из плодов которые созрели упали месяц назад и косточки которые созрели упали буквально вчера позавчера они одинаковые по характеристике а что самое главное абрикосы ну-ка друзья я еще верно вас не принимал позвучим оставить эту тему то потом чтобы ответы кто-то сказал правильно и в море и сразу не интриговать правильно надо чтобы они дали потомство который будет позже просыпаться позже цвести и подумаешь место к июля начало августа она пусть созревает август начало сентября месяца позже главное что косточки собраны именно сейчас вот они перед вами они такие же по характеристикам или правда с них получше деревья которые до месяца позже а я этого не знаю а я в литературе не встречал прошу для ученых они сюда не заглядывает поняли для чего его вышли вот это все надо добиться от него собрали вопроса высоте которыми сюда собрали не жалко но если он возьмется это все испытать вот считайте родился еще один испытатель и запасной вариант кто потянет если он откажется а ивану петров сидоров кто потянет чтобы все это испытать у кого хватит это сила времени так цена 3000 меня назвал вот это и будет эксперимент нужен человек с жукой эксперимент адреса